Одна из основных задач муниципальных депутатов – введение нормотворческой деятельности. На 69-е заседание Совета были вынесены вопросы, связанные с приведением нормативной базы в соответствии с региональным и федеральным законодательством. Парламентариями принят ряд важных изменений в документы, регламентирующие благоустройство территории, земельный контроль и приватизацию муниципального имущества. На регулярной основе депутаты подробно знакомятся с работой муниципальных комитетов администрации. Информацию о состоянии и тенденциях развития системы образования в нашем городском округе представила исполняющая обязанности председателя комитета по образованию Елена Бушнева. На сегодняшний день сеть муниципальных образовательных учреждений насчитывает 31 организацию. Продолжается активная модернизация инфраструктуры, а также строительство и ввод в эксплуатацию новых школ и детских садов. Большим событием было открытие нового корпуса детского сада номер 18, компенсирующего Лидова-Фрязина. Его в настоящий момент посещают 42 ребенка. И у этих детей есть уникальная возможность. У них не только осуществляется образовательный процесс, но у этих детей есть возможность посещать и получать услуги реабилитационного центра, который находится в данном здании этого учреждения. Также депутаты заслушали доклад об ожегодных результатах мониторинга объектов культурного наследия, которых на территории нашего округа немало. На 30 ноября у нас по данным главного управления на территории находятся 76 объектов культурного наследия, которые стоят на охране. Из них федерального значения 24 единицы. Из этих 24 единиц 4 объекта в муниципальной собственности. А региональных объектов у нас 22 единицы, в собственности 2 объекта. Местного значения у нас 0 объектов, выявленных 30 единиц. Из этих выявленных 2 объекта наши. Это один памятник, который стоит на округе возле детского городка и стелла слава покорителям фосмоса в Мольдам. В завершении встречи по традиции были приняты решения о награждении почетными грамотами Совета депутатов. Виктория Мельник, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова